Хоккеисты Тюменского рубина Дениса Давыдова, который восстановил паритет А незадолго до перерыва уже сам Попов Действуя в большинстве зажег красный свет За воротами соперника В начале второго отрезка «Сокол» был вознагражден За усилия шайбой Алексея Митрофанова Но, как и в дебюте матча Гости в долгу не остались Попов спрятался возле красноярских ворот И переправил шайбу в свободный угол Хороший темп Предложил соперник Очень много бросков было Если брать сухую статистику Поэтому мы не успевали немножко Надо подумать, с чем это связано Играли вторым номером Ну и те шансы, которые у нас были Мы хорошо сегодня реализовали В начале третьего отрезка Егор Бабенко подобрал шайбу за воротами «Сокола» И переправил ее Роману Горбунову 4-2 Затем последовала череда удалений На 58-й минуте рубиновцы остались в меньшинстве За 46 секунд до сирены Хозяева выпустили на лед шестого полевого игрока И... Александр Родионов произвел голевой бросок Через всю площадку В повторном матче последний рубеж тюменцев Защищал Алексей Артамкин И он явно был рад Когда на четвертой минуте Гости, заработав большинство, его реализовали Отличился капитан Денис Ячменев Но во втором периоде Выступавший в прошлом сезоне за рубин Алексей Князев Взяв инициативу в свои руки Восстановил паритет Впрочем, ненадолго Наступательный порыв пернатых Охладила очередная шайба Егора Попова Тюменцы не позволили усомниться В своей воле и сплоченности Доведя дело до победы 2-1 Полгода назад игроки мини-футбольной Тюмени Доказали всей стране Что являются сильнейшей футзальной командой России Вчера они сделали не менее решительный шаг Для того, чтобы стать самым грозным И устрашающим клубом Старого Света Победив в элитном раунде Лиги Чемпионов Для чего дома одолели португальский спортинг Иван Вопков открыл счет на 27-й секунде встречи На экваторе тайма черно-белые увеличили преимущество Прицельно выстрелил Андрей Батырев Однако на 19-й минуте Мерлим сумел возродить интригу 2-1 Куча действия спортинга Играть через столбов много задействованы Притом один правоногий, другой левоногий И постоянно нам надо было давить переднюю линию Чтобы затруднить доставку на столбов Не всегда это получалось Потому что много звезд играют И исполнители хорошие Какие были нюансы? Нюансы были, что быстрее сокращать дистанцию Что у нас не очень хорошо получалось в первом тайме Пока у них были силы, они были свеженькие Бежали вперед, открывались Но мы видели в глазах, что появляется усталость У них возрастная команда, мы будем помоложе На 27-й минуте черно-белые организовали Третье взятие ворот Гонсаву Мяч, забитый после достойной учебника комбинации На свой лицевой счет записал капитан Артем Антошкин 3-1 За 8 минут до сирены португальцы перешли на игру в 5 полевых Мы разбирали эти моменты, нюансы Что-то новое, где-то может спортинг предложил Особенно с игрой под пятку Где-то мы не просматривались Но ребята перестраивались грамотно И накрывали практически все удары А то, что даже где-то в редких моментах доходило до вратаря Лео сегодня очень здорово сыграл на последнем рубеже И очень много выручил Острота атак спортинга вполне ожидаемо достигла немыслимых показателей Но и сибиряки бились как никогда в жизни В итоге Тюмень сохранила победный счет И вышла в финал четырех Лиги Чемпионов После дня отдыха преобразились Волейболисты Тюмени 2 в рамках домашнего тура молодежной лиги добились первой победы в сезоне В матче против Ярославских Медведей уверенно взяли две партии А в начале третьей травму получил блестяще смотревшийся Александр Дьячков Очень-очень расстроились Немного, конечно, спало настроение Но ничего, мы собрались Богдан у нас тоже не пальцем деланный, как говорится И он тоже очень хороший игрок И с ним мы не хуже показали, чем с Дьячковым результат Без Дьячкова команда билась достойно А в концовке сета он, как щерц, повязанный головой из песни Вышел на площадку и помог добиться сухой победы Ребята молодцы Выиграли, выиграли по делу Причем выполнили несколько вещей, которых мы договаривались перед игрой Они это сделали Плюс очень мало собственных ошибок К повторному противостоянию с Кузбассом 2 тюменцы подошли на 15-й строчке А кемеровчане на 3-й Все в матче ясно? Нет Хозяева проиграли первую партию, вторую взяли Уступили в 3-й, победили в 4-й В отличие от первой игры с кемеровчанами, рук не опустили ни на миг Судьба матча решилась на тайбрейке Пожалуй, тюменцы заслужили победу чуть больше Когда выигрывает андердог, это всегда круто Но здесь удача улыбнулась фавориту 19-17 в пользу гостей Я думаю, помимо первой партии смотрелись хорошо В первой партии, думаю, были не в своей тарелке как-то Может, что-то не размялись А так игра была хорошая Тайбрейк – это лотерея Не повезло одним, повезло другим Где-то свои мячи проиграли В заключительный день тура тюменцы со счетом 1-3 уступили казанскому «Зенит Уор» В турнирные таблицы сибиряки идут 15-ми Наставнику тюменской команды по баскетболу на колясках «Шанс» Олегу Мелехову 60 лет И подопечные своему тренеру преподнесли щедрый подарок Куда более ценный, чем пресловутый галстук Анекдоты ни к чему, когда на кону не дали чемпионата России Серебряные награды «Шанс» не брал несколько лет И в год юбилея тренера стал второй командой страны Я с самого начала года мечтал об этом подарке И ребята не подвели Достаточно сказать, что очень уверенно заняли второе место В матчах с нашими основными соперниками командой «Казани» Разрыв и в первой, и во второй игре достигал 30 очков Во главе угла у тюменцев в этом сезоне стояла подготовка к решающему туру чемпионата И свой «Шанс» использовал В городе Алексин Тульской области подопечные Мелехова показали свой лучший баскетбол Недосягаемо оказались лишь питерцы из команды «Баски» В течение месяца получилось три турнира У нас это Тюменский турнир был, потом турнир в Казани И турнир вот сейчас чемпионат России, который в Алексе не проходил Ну и можно сказать, что мы, если мы заняли, допустим, четвертое место на турнире в Тюмени В Казани мы были третье Ну чемпионате России мы уже более в оптимальной форме подошли и заняли второе место Самое важное, что у тюменской команды просматриваются неплохие перспективы В том числе за счет молодежи 20-летний Илья Пыжов ни много ни мало считается самым одаренным игроком страны И свой статус оправдывает В этом серебре шанса его немалая заслуга Я и к стартовой пятерке выхожу И я уже понимаю, что надо играть лучше стараться Ну и ты даже хоть и не стартовая И ты хоть на скамейке сидишь Ну и да, чувствую, что молодой, надо стараться На двойной позитивной ноте шанс завершил выступление в текущем календарном году